Новый год один из отмечаемых праздников. Через пару недель начнется череда корпоративов, а в ночь на 1 января состоится главная вечеринка наступающего года. Каждый отметит в своем формате. Кто-то дома, кто-то на природе, а кто-то в дорогом ресторане. Выбирая наряд на Новый год, важно не слепо следовать тренда, но в то же время совсем не учитывать тенденции моды тоже нельзя. Мода сегодня так разнообразна, что каждый может выбрать именно то, что ему по душе. Сегодня мы подготовили для вас несколько вариантов того, как можно встретить Новый год. Ольга Мазыченко – стилист, шоппер, активный инстаграмщик. Подбор гардероба подходит рационально. Наряд на один раз – не ее вариант. Петух очень любит красный цвет, золото, и все дизайнеры очень живо откликаются на эту тенденцию. Среди красных оттенков огромное многообразие, где каждый найдет тот, который приятен именно ему. Кроме цвета важно обратить внимание на выбор фактуры ткани. Сегодня, как никогда в моде, бархат, кружево, прозрачная сетка, блестящие ткани, пайетки и так далее. А также акцент на грудь и высокие вырезы. При выборе наряда стоит отталкиваться от формата вечеринки. В ночной клуб – радикальное мини или платье средней длины. В дорогой ресторан – образ, соответствующий красной дорожке. Сегодня Ольга представит свое видение новогоднего лука. Я постаралась выбрать разные новогодние образы для разных случаев, потому что вопрос уместности в выборе новогодних нарядов как никогда актуален. И первый вариант – платье из пайеток. Эффектно переливается в свете софитов. Яркое, претензиозное и довольно откровенное. Обнаженные плечи и высокий разрез, начинающийся от самого бедра. Все эти детали демонстрируют неприкрытую сексуальность. Смягчает образ выбор цвета. Платье на тебе шикарно смотрится. В таком наряде ты не останешься незамеченной. Я бы дополнила это платье босоножками в тон и сумкой в розово-сиреневой гамме. Второй лук не менее вызывающий, несмотря на то, что длина миди и шито платье из плотной ткани. Но насыщенный красный и глубокое декольте делают свое дело. Золото в декоре поддерживается выбором обуви. Туфли для золушки выглядели примерно так же. Если вам удастся привлечь взгляды окружающих и заставить людей шептаться, значит с выбором платья вы попали в точку. В принципе мне здесь все нравится, я бы еще чокер добавила. В Новый год нужно быть не только яркой. Не бойтесь смешивать разные стили. Наденьте то, что никогда не надевали. Скомбинируйте модный тренд этого года. Блузу на тонких бретелях, больше напоминающую нижнее белье, с юбкой, карандаш или классическими брюками. В качестве аксессуара возьмите серебристый клатч. В новогоднюю ночь блеск не возбраняется. Особенностью этого наряда является сочетание нескольких разных ультрамодных фактур. Это и атлас, и бархат, и ультрамодная парча, кожа и замша. За счет этого образ в покойных цветах кажется очень интересным, ярким и актуальным. И четвертый выбор стилиста – платье с романтичными оборками. Тоже один из трендов этого года. Несмотря на то, что цвет черный, вкрапления люрекса дают мягкие переливы. Поддерживаю тему праздника – классические шпильки и клатч в серебре. Есть в этом луке что-то завораживающее и загадочное. Выбор наряда требует времени. Важно продумать каждую деталь – аксессуары, обувь, прическу и макияж. И если пазл сложится в картинку в новогоднюю ночь, вы будете чувствовать себя звездой – яркой, модной и фееричной.